МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эмоции вместе с командой на льду и в раздевалке пережил Алмаз Гафиатов. Хлопья летят на землю. Очень плохая погода. Давно такой погоды не было. Откуда взялся снег в конце апреля и когда будет тепло, узнал Слават Махмадулян. На пути к празднику. День победы на особым счету. Какая военная техника впервые будет участвовать в Казанском параде победы, узнал Дмитрий Аринин. Собаки напали на 4-летнего ребенка. Уплакал, что было страшно. Собаки хотели укусить его. Почему инцидентов с нападением бездомных не становится меньше? У Альбины Минебаевой. А к барс чемпионы это заслуженно. Тренер барсов не боится идти на перемены. У кого за рипов, тот и сильнее. С такими заголовками вышли сегодня ведущие федеральные издания. И все о них. Новых обладателях Кубка Гагарина. В юбилейный год после 8 лет главный хоккейный трофей вернулся в Казань. Объятия победы. Литры шампанского. Чемпионские кепки. Об этом в репортаже Алмаза Гафиетова. Эти слегка подзабытые мгновения чемпионства Акбарса. Именно на этой арене были первые две победы. После этого команда Белили Динова медленно, но верно шла к своему новому триумфу. Вот на такой победной ноте хоккейсты Казанского Акбарса одержали победу. Уже третью своей историей в юбилейном сезоне сделали болельщикам настоящий подарок. А Данис Зарипов, кстати, к слову, стал уже пятикратным обладателем этого трофея. С чем мы всех, собственно, и поздравляем. Вот они победители. Тогда, как и сейчас, сердцем команды был Данис Зарипов. Пять побед за десять сезонов. Вряд ли кто-то в ближайшие годы сможет приблизиться к легенде. Без разницы. Всегда, каждый год выходим на работу с одной целью только, но завоевать самые высокие места. Болельщики уже до матча верили в успех команды, а поддержать ребят приехали со всего Татарстана и регионов страны. Переживания очень большие, эмоций очень много. Когда победим, еще лучше будет. У Акбарса для победы все есть. Акбар чемпион. Мы поедем в Альмесис свой родной праздновать. Вратарь в плей-офф это больше, чем половина команды. Наш воспитанник Эмиль Гарипов доказал всем, он лучший вратарь чемпионской команды. В этом нелегком пути было много преград. Победа много значит для Казани. Мы ради болельщиков, как они нас поддерживали в Москве. Было слышно только их. Спасибо им большое. То, что выиграли, это здорово. Большое спасибо тренерам, что поверили. Большое спасибо Замилду Хайдаровичу, нашему президенту, что дали, как вам сказать, доверили ему. И он, надеюсь, что он оправдал. По ходу сезона было много критики в адрес команды. Но парни терпели, преодолевая все новые и новые преграды к этому успеху. У каждого спортсмена свой характер. И главное, что у них цель была. Мы эту задачу решили. Курица клюет по одному зернышку. Не надо сразу торопиться. Долго шли к этому чемпионству. Слава Богу, дошли до него. Лгать не буду. Я возвращался для того, чтобы выиграть. И меня для этого сюда брали. И все хорошо случилось. Эмоций, на самом деле, очень много. Их тоже, на самом деле, нет. Я считаю, что мы проделали колоссальную работу. Начиная со сборов. Весь сезон шли к этому. Были на правильном пути. Тренера наши молодцы. Вся республика еще долго будет праздновать эту победу. Ведь хоккей в Татарстане – это больше, чем спорт. Вы знаете, как мы в республике любим хоккей. Значит, Акбарс достойно. Достойно. СССР – очень хорошая команда. Надо поблагодарить команду СССР за хорошую игру, за праздник. Но Акбарс оказался сильнее. Значит, мы поздравляем всех татарстанцев с большой победой. Сложно было, но мы с ней с вами. И вы честно работаете, честно вкалываете. Победа вас! Я всех вам благодарю! А это уже раздевалка команды. Такая по-настоящему семейная атмосфера. Ну и куда же без традиционного шампанского из чаши кубка. Ради таких мгновений сражаются главные триумфаторы хоккейного сезона. Весь Татарстан в эту ночь не спал и праздновал победу Акбарса. Эмоций точно хватит до следующего сезона. Алмаз Гафиатов, Салават Мухаммадуллин, Данил Филатов. ТНВ. Казань. В республике идет масштабная подготовка ко Дню Победы. Сегодня в Казани раскрыли ее некоторые подробности. Так, на параде 9 мая впервые будет участвовать техника в военных лет. По площади тысячелетия проедут легендарные «Катюши» и танки Т-34 ИС-3. Большой ремонт начинается в квартирах ветеранов. Известен уже список, как все пройдет в этом году, знает Дмитрий Аринин. Площадь тысячелетия в этом году снова станет местом встречи ветеранов, участников Казанского парада победы, зрителей. Здесь сойдутся 2000 артистов и столько же военнослужащих. Впервые в рядах военной техники появятся легенды. «Катюша» и танки Т-34 ИС-3. Их восстановили в Казанском танковом училище. «Были получены эти корпуса, они были поставлены на ход, по сути дела отремонтированы. И они сейчас находятся, скажем так, не в боевом состоянии, а они могут перемещаться». 9 мая Казанцев ждет большой праздник. Все начнется с 8 утра с возложения цветов на воинских мемориалах. В парке победы снова прозвучат мелодии музыкальных фестивалей, школьников и ветеранов. Большой концерт в обед начнется на площади Тысячелетия. Сюда же в 3 часа дня от Аграрного университета двинутся участники акции «Бессмертный полк». В этом году ожидается 120 тысяч участников. По традиции в 10 вечера Казанцев ждет праздничный салют. День победы на особым счету в череде тех праздников, которые мы традиционно отмечаем на стране. У нас меньше тысячи, к сожалению, осталось участников войны. Каждого вы знаете. Просьба окружить вниманием, заботой, теплотой, уважением в эти дни. В квартирах 23-х одиноких и нуждающихся ветеранов сделают ремонт. Обновятые улицы, названные в честь участников Великой Отечественной войны. Так новый асфальт появится на Лего Кашевого, маршала Чуйкова, Симонова. А уже завтра в Казани стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Дмитрий Айригин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Будет прибавка. Минимальный размер оплаты труда с 1 мая вырастет. Почти на 1700 рублей он сравняется с прожиточным минимумом и превысит 11 тысяч. Напомним, сегодня размер МРОД меньше 9,5 тысяч рублей. Эти изменения коснутся 90 тысяч татарстанских бюджетников. Куда могут обратиться работники? Прежде всего, в органы контроля и надзоры, а также в Министерство труда за антисоциальной защитой. То есть, Гострудная инспекция, органы прокуратуры, органы местного сумму управления, если это на территории муниципального образования или района. Но, конечно же, первый шаг – это всегда урегулирование всех взаимоотношений, которые возникают между работником и работодателем. Это на своем собственном предприятии, организации. Снег в конце апреля на дорогах гололедится, а пешеходы достали зимние куртки. Республика в тылу циклона. Ночью местами температура опускается до минус 6 градусов. Что это – аномалия или норма для апреля? Автомобилистам переходить на лето или подождать? И как скоро ждать настоящую весну? С небесной канцелярией связался Салават Мухаммадулин. Хлопья летят наверх, всюду магия и сверху. 23 апреля хлопья летят на землю. Повсюду водители уже на летней резине. И фотографии снега за экватором весны. Так мы подходим к майским праздникам. Зато в хорошем настроении подойдут к выходным шиномонтажники в автомастерских переполох. Интервью только во время работы. Кто-то меняет зимнюю резину на летнюю, кто-то уже наоборот. Надо менять вовремя резину. Шипы влетают, резину жалко. Целы сейчас, сами знаете, какие. И то, что в такую погоду – это не страшно. Ну нет, не сильно страшно. Главное – тихо, аккуратно ездить, и всё нормально. Я пошёл работать. Словно из снежной пушки, осадки падают порциями. Татарстанцы разделились на два лагеря. У природы нет плохой погоды и ждём настоящей весны. Нормальная погода. У природы нет плохой погоды. Не смущает снег? Да нет. Нет, в общем-то, это деклужит. Плохая погода. Давно такой погоды не было. А как ездится? Пока вот не поменял, зимние резины стоят, всё хорошо. Всегда готовимся каждый год. Мы же в России жили, не на юге где-то. Снег в конце апреля – действительно уже традиция. Хотя в этом году погода нас ещё пожалела. В 2017-м в эти дни Татарстан покрылся белой пеленой и ледяным дождём. Трассы для большегрузов и междугородних автобусов закрывались, а пешеходы спасались от снега зонтами. Вот наш коллега Альбина Минибаева год назад снимала апрельский снегопад. А это Гузель Алимова об обледенении электропроводов. Уже привычную аномалию подтверждают и синоптики. Сейчас регион оказался в тылу циклона. Он пришёл из Центральной России и задержится ещё как минимум на сутки. Также за рядами временами снег, мокрый снег, ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура ожидается от минус 1 до минус 6 градусов в ночные часы и плюс 1, плюс 6 завтра днём. Как только уйдёт один, в республику следом придёт второй циклон. В четверг, пятницу и субботу Татарстан ждёт относительно тёплая погода. Но мокрый снег и дождь обеспечен. Слова Двухмадолин, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань. Из-за погоды в Казани перенесён общегородской субботник. Кульминация большой генеральной уборки пройдёт 5 мая. Как и в предыдущие годы, акцент на очистке прибрежных водоохранных зон, городских лесов и парков. Уже подготовлена вся необходимая техника и инвентарь. Ожидается, что в общегородском субботнике примут участие 2000 предприятий и учреждений. Весенний лёд обманчивый. В этом убедились двое подростков в Зеленодольском районе. Мальчики оказались в воде. Прохожие вызвали спасателей. МЧС подъехал к тонущим ребятам на воздушной подушке и снял их с льдины. Как выяснилось, несовершеннолетние оказались воспитанниками казанского детского приюта «Гаврош». Они сбежали оттуда неделю назад. Окружён и беззащитен. В таком положении оказался четырёхлетний казанец перед стаей бездомных собак. Инцидент произошёл во дворе домов на улице Коломенская столица. По счастливой случайности мальчик не пострадал от клыков четвероногих. Напомним, в январе стая бездомных собак уже нападала на школьников. Поменялась ли схема отлова после того инцидента, узнавала Альбина Минебаева. Ребёнок чуть-чуть вперёд убежал, ну буквально метров на пять. А они вот здесь вот и кинулись. Ну жена, естественно, сразу там вроде бы отогнала. Покусать не успели, но испугался ребёнок очень сильно. Неожиданно и буквально под окнами своего дома Александр Бочкарёв с волнением рассказывает, как свора собак напала на его четырёхлетнего сына. Благо, мама была рядом. Он буквально увернулся, его бы укусили. Он увернулся, и дальше уже я подскочила его за себя. Он визжал, кричал, а я уже гакнула на собак. Родители обратились в полицию. Стая из семьи, а по словам местных, из девяти бездомных собак обитает здесь примерно год. И это уже не первый инцидент во дворе на Коломенской. Страшно выходить. Вот я тут раз пошла мусор высыпать, я палку взяла, я боюсь, потому что соседку укусили, сыну чуть не схватили за ногу. Ну, куда обращаться уже не знаем. Писали заявку на сайт мэрии. Вот я знаю соседей несколько раз. Что-то тут приезжали, но по-моему бесполезно. Это не первый случай, когда в Казани стая клыкастых нападает на детей. В январе возле центрального стадиона бездомные животные набросились на четверых мальчиков. Они оказались в больнице. Ребенок лежал вот здесь, на тропинке. Отловом бродячих собак в городе занимается ведом. Схема однотипна. Одна заявка, один выезд. О том, чтобы ее изменить, высказалась тогда уполномоченная по правам человека. Если уже информация идет о том, что в этом микро-районе есть бездомные собаки, наверное, необходимо выехать не один раз, а несколько раз. Как нам сообщили в исполкоме, после январского нападения возле стадиона отловили пять бездомных псов. После получения заявки от администрации стадиона на место несколько раз выезжала бригада ведома. Велось дежурство. В результате было отловлено пять безнадзорных собак. Надзор и контроль за выполнением мероприятий, за целевым расходованием финансовых средств осуществляет управление ветеринарией при кабинете министров республики. Безопаснее для людей и животных содержать бездомных в приюте или пристраивать. Только на отлов и стерилизацию выделяется порядка 14 миллионов рублей. Но эти деньги пока не могут гарантировать казанцам спокойную прогулку в собственном дворе. Альбина Минебаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. О своей проблеме жители близлежащих к Казанскому парку Урицкого домов сообщили нам по телефону. Если у вас есть что нам сказать, звоните по номеру 570-5017. Это новости Татарстана. И вот о чем далее. Самозанятость тоже бизнес. Для меня будет счастье, если я буду носить обувь производства Татарстана. О чем еще говорили на расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте республики Альбина Слагараева. Проверка близко. Рыба и мясо, это все должно быть отдельно. Казанские рестораны и кафе готовятся к проверкам перед чемпионатом мира. Насколько строги международные требования и выдержит ли их местный общепит, выяснял Рамиль Шайдулин. Иран, Татарстан, взаимный интерес. Сегодня Рустам Мениханов и председатель иранского фонда Астан Куц Ризави, Айаталла, Саид Ибрагим Раиси обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества. Многие годы с Ираном работают КАМАЗ и Татнефть, а Татарстан, пилотный российский регион по внедрению принципов исламского банкинга в Россию. Креплять связи и дальше стороны решили в образовании, культуре и экономике. Бизнес в социальных сетях, новая экономическая реальность. Нужно ли легализовать условно серый бизнес или нужно дать им время на развитие без официальной регистрации? Дискуссия на эту тему сегодня разгорелась на заседании Совета по предпринимательству при президенте республики. 250 участников, министры и главы районов. Какие предложения и поручения сделал президент, расскажет Альбина Солгараева. Здесь делают обувь вручную, только мужскую. Два молодых человека организовали общий бизнес в небольшой мастерской. Раньше работали условно по серой схеме, сегодня они легализовались, но на это нужно время. То есть начинающему предпринимателю очень важно проверить потребительский спрос, вообще на товар, на сам продукт и так далее. Поэтому нужно ему определиться, стоит ли вливать туда инвестиции или нет. Есть стереотип, что самозанятый бизнес не может предложить продукты или услугу высокого качества. Ребята опровергают такой подход к делу. Мы используем очень качественные материалы, мы их заказываем на прямую у поставщика, поэтому мы можем гарантировать человеку, что это будет качество. Также мы задействуем профессионалов своего дела, то есть мы знакомы со многими мастерами в городе. О своем проекте ребята сегодня рассказали президенту республики. Рустам Мениханов даже пообещал заказать пару обуви. Я готов сделать заказ, чтобы оплатить как положено. И для меня будет счастье, если я буду носить обувь производства Татарстана. Этот вопрос волнует и крупный бизнес. Так владелица сети магазинов Муслима Латыпова даже провела свое расследование. Акцент на самозанятых, которые занимаются продуктами питания. И тут к ним большие вопросы. Мы сдали независимую лабораторию на анализ данный торт. Сдали мы пироги, сдали мы леши. Исследованные пробы по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям технического регламента таможнего союза о безопасности пищевой продукции. Задействовать тех женщин, которые сегодня по вопросу декретного отпуска находятся как бы дома, чтобы они были полезны, чувствовали свою полезность, зарабатывали какие-то. Есть вторая тема. Нездоровая конкуренция. Значит, вот этот серый рынок. Я думаю, здесь вот, начальник, но многое то ли здесь. Мы должны вот это все разделить. А вот хозяин автосервиса Сергей Павлючков обнаружил подземные коммуникации на земле, которую приобрел в собственность. Теперь не может вести там никакие работы. И это повсеместная проблема. Нужна общедоступная карта коммуникации и охранных зон, расположенных на территории республики. Все сети должны знать, где какие у нас сети. Как это наложить, как это сделать, давайте в течение месяца подготовьте. Страдает бизнес аккредитованных операторов по проведению техосмотра автомобилей. Как выяснилось, талоны ТО большинство водителей покупают у нелегалов. Есть законопроект об изменении законодательства. Это изменение КОАП в Российской Федерации, уголовного кодекса и еще изменение 170-го закона о техническом осмотре транспортных средств. Если вот эти законопроекты мы сможем принять, я думаю, что дело намного улучшится. Сохранить льготу на налог на движимое имущество и как работать в случаях блокировки расчетных счетов. Сегодня совет впервые завершился дискуссией. К тому же бизнес-омбудсмен сообщил, что на днях к 60 тысячам предпринимателям придут СМС-опросы. Тимур Нагуманов призвал ответить на них. Тогда будет понятна картина по инвест-климату в муниципалитетах и определятся самые важные вопросы на местах. Об итогах он и обещал отчитаться на следующем расширенном совете. Альбина Солгораева, Андрей Сентальцев и Александр Лобанов. ТНВ Казань. Парковка, зона ожидания и круглосуточные банкоматы. Сегодня в Казани открылся новый доп. офис банка Аверс в Советском районе. Уже с сегодняшнего дня дополнительный офис Советский банка Аверс в Казани начинает обслуживать клиентов по новому адресу. Это просторное светлое оповещение по адресу улицы Сибирский тракт, дом 23. В новом офисе привычное качество. Здравствуйте, чем могу вам помочь? Я хотела бы узнать по поводу вкладов. В новом офисе банка созданы все условия для комфортного обслуживания физических и юридических лиц. Оборудованы зоны ожидания, удобные переговорные комнаты. Предусмотрена круглосуточная зона доступа к устройствам самообслуживания, банкоматам и терминалам. На территории организованы парковочные места. Переезд офиса банка реализован в рамках программы реорганизации сети в цели повышения качества обслуживания клиентов, что является одной из приоритетных задач в развитии бизнеса банка Аверс. Клиентам банка доступен широкий выбор продуктов и услуг. Для частных клиентов – потребительское и ипотечное кредитование, вклады, банковские карты, денежные переводы и платежи. А корпоративным клиентам банк предлагает расчет на кассовое обслуживание, депозиты, кредитование, банковские гарантии и другие услуги. Общий пить ждет ревизия в преддверии футбольного мундиаля. Все кафе, рестораны и точки стритфуда в Казани проверят на качество. Сегодня рестораторы Казани выясняли, выдержат ли они международный стандарт качества питания. Об этом Рамиль Шайдулин. Максимальная стерильность и предельная готовность. Казанские рестораны ждут наплыва туристов и ревизоров. В преддверии чемпионата мира по футболу в них меняется кухня. Где-то с уклоном на Средиземноморье, рай для мясоедов, мраморная говядина. Мы готовим стейки, у нас угольный мангал на кухне. Тартары были в нашем меню, но как-то мы от них отказались. Возможно, мы вернем их снова. Обычно в завитая святых любого ресторана кухню могут попасть только повара. И то только в специальных одеждах и головных уборах, потому что именно здесь, в открытом доступе хранятся все продукты питания, начиная от полуфабрикатов до готовых блюд. Но сегодня сюда попали и мы, чтобы узнать, готовы ли казанские заведения к грядущим проверкам. Меняя кухню, успеть привести ее к международным нормам. Сегодня владельцы общепита обсуждают новый стандарт качества, обязательный для чемпионата. К привычным ГОСТам добавился ХАСП. Полный контроль за продуктами от поставки до подачи на стол. Требование по ХАСП, это ИСО 22000, оно как раз таки подразумевает наличие внедренной системы менеджмента качества, как раз таки международного стандарта. Его придется выдержать всем, кто будет кормить людей у стадиона и в центре города. Сегодня готовятся кафе, рестораны и палатки стритфуда. Уже в июне им придется обработать по новым стандартам и новым меню. Мини-треугольники с разными вкусами, также морс, термису. А вот по рыбе вопросы особые. Эксперты ожидают, что редкостью к чемпионату могут стать суши-бары. Все-таки лето, и это особенное такое время, когда риски, они прям очень сильно чувствуются. И вот роллы, суши, и к ним очень жесткие требования должны быть. А следом традиционные проверки Роспотребнадзора. До июня казанскому общепиту придется выдержать все. Плата за здоровье гостей чемпионата. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Первый позади. Впереди второй этап конкурса на соискание гранта ТНВ. Для участия в нем мы получили 41 работу, 28 из них признаны соответствующими положению конкурса. Теперь все они должны прислать нам по видеопрезентации о себе. Это нужно сделать креативно. Работы должны быть в формате МП4, и ждем мы их 26 апреля по указанному на экране адресу. Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112», но прямо сейчас о спорте и о погоде на завтра. И до встречи в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Хоккейный триумф Акбарса поддержали юные футболисты Рубина. Казанцы впервые с 2009 года смогли выиграть кубок памяти Ленара Гельмулина. В турнире приняли участие 8 команд юношей до 13 лет. Рубиновцы прошли соревнования, не потеряв ни одного очка. И заслуженно завоевали главный приз. В решающем матче казанцы встречались со сверстниками из Краснодара. Южане первыми забили, Рубин сумел отыграться за 6 минут до конца основного времени встречи. А затем забил еще дважды. Призы вручали мама Ленара Гельмулина, Наиля Равкатовна, первый тренер Владимир Савельев, главный тренер Рубина Курбан Бердыев и экс-футболист клуба и близкий друг Ленара Гельмулина Александр Бухаров. Казань тем временем готовится к очередному крупному спортивному событию. 25 апреля дворец водных видов спорта примет чемпионат России по синхронному плаванию. Наша страна является единоличным лидером последних лет по этому виду спорта, где воспитывают юных чемпионок в нашем сюжете. Пока эти участницы совсем юны, однако чемпионский путь начинается с первых дней занятий. Опытные тренеры по дебютным движениям синхронисток понимают, чего можно ожидать от каждого ребенка в будущем. Пытаюсь получить некоторые места. Тренируемся по 3 часа. Некоторые уже имеют юношеские разряды. И, конечно же, мы планируем их готовить на соревнования предстоящие, наши школьные. И, я думаю, к персту Республики Татарстан. На примере наших чемпионок вырастает новое поколение победителей. Российское синхронное плавание пока недосягаемо для других стран. Это показали и чемпионаты мира, и Олимпиады. Этот вид спорта в ближайшее время станет базовым в Республике Татарстан. И все приоритеты, которые мы заявили по развитию этого вида спорта, они практически выполнены. Сегодня синхронное плавание очень смело осваивает географическую карту нашего Татарстана. Татарстан – один из главных субъектов, где готовят будущих чемпионок. На домашнем водном мундиале в составе сборной России золото выиграла Лилия Низамова. Теперь очередь за остальными девушками. Более сотни футболистов из разных уголков России и страны СНГ прибыли в Нижнекамск. Сегодня в городе стартовал международный юношеский турнир по футболу памяти Владимира Винникова, бывшего руководителя аппарата администрации Нижнекамска. Сегодня «Нефтехимик» сыграл с «Самарским зенитом». Взяв игру в свои руки, с первого тайма наши парни одержали победу, более чем уверенную со счетом 5-1. Впереди у ребят четыре соревновательных дня «Нефтехимику» предстоит сыграть против «Октобы» сборной Казани и Краснодара. Баскетболисты Уникса продолжают свое стабильное выступление на чемпионате Единой лиги ВТБ. Матч очередного тура завершился в Красноярске. Местный Енисей боролся до конца, но порадовать своих болельщиков все же не смог. После большого перерыва красноярцы сумели вернуть интригу поединку и сократили отставание. Но все же подопечным «Прифтису» удалось одержать победу 93-89. Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 16 очков. Теперь в активе Уникса стало 19 побед при двух поражениях. В следующем туре 29 апреля на своей площадке казанцы сыграют с Нижним Новгородом. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в апреле со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. Пасмурный циклон продолжает управлять погодными процессами в республике. И в предстоящие сутки вновь будет довольно прохладно и сыро. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики ожидается пасмурная погода, пройдет снег. Температура воздуха составит плюс 1 градус. На северо-востоке Татарстана облачно, пройдет снег, там будет до 2 градусов тепла. На севере республики пасмурно со снегом и тоже до плюс 2 градусов. На северо-западе тоже не обойдется без снега, там температура воздуха составит плюс 1 градус. На юго-западе Татарстана будет чуть теплее, до плюс 4 и тоже пройдет снег. В центральном районе республики облачно, снег плюс 2 градуса. В последующие сутки температура в республике повысится, а осадки не ожидаются. Спонсор выпуска ООО «Челны Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701 из опасных частей к ним. На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». В Казани ожидается снег и до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный и порывистый. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Магнитное поле земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.